В текущем году народный парк в Большом Камне продолжит благоустраивать. Уже определен земельный участок и есть договоренности с предпринимателями, заинтересованными в реализации проекта. Место отдыха горожан посетил губернатор Приморья Олег Кожемяков во время рабочей поездки в муниципалитет. Глава региона положительно оценил реконструкцию, подчеркнув, что создавая подобные объекты, важно их содержать на должном уровне. Следующим объектом, который посетил губернатор, была детская поликлиника. На основе пожеланий большекаменцев было принято решение передать новую поликлинику в оперативное управление Федеральному медико-биологическому агентству. В настоящий момент педиатры обслуживают малышей в устаревшем здании, и именно сюда прикреплена значительная часть маленьких горожан. Но в течение трех месяцев весь персонал детской поликлиники будет переведен в новое здание, оснащенное современным оборудованием. Мы это сделали для того, чтобы не делить детишек, значит, и очень сложно маме казаться, участкового врача-педиатра, ребенок уже каким-то образом привык к этому врачу, к этому доктору. Что говорят о той поликлинике, не знаю, хотелось бы обслуживаться там, говорят там оборудование. Вот что-то об этом вы слышали или нет? Или вы просто пока... Ну, у меня есть знакомые, кто там наблюдается, им все нравится, все устраивает. Ну, вы не против будете, если туда переедут эти все врачи? Нет, конечно. В основном зависит же от специалиста. Если будут специалисты хорошие, мы за ними и туда пойдем. Это значительно усилит педиатрический корпус в Большом Камне. Дети смогут получать еще более широкий комплекс лечения в комфортных условиях и у врачей, к которым привыкли. Думаю, что передача этого здания вместе с оборудованием, вместе с персоналом, кто перейдет в МБА, а также с жильем, которое здесь будет сдаваться уже где-то в апреле-май, дополнительно даст возможность более качественно выполнять медицинское обслуживание всех детей, которые находятся здесь на территории. Потому что условия прежде принятия решения о строительстве этой детской поликлиники было принято исходя из того, что они не соответствовали современным требованиям. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.